здравствуйте сегодня для работы над сказками мы попытаемся с вами изобразить вот такую жар птицу приступаем будем делать скетч для самого начала мы с вами пометим линию на чем эта птица у нас будет сидеть это будет какая-то веточка это будет может быть какая-то если внутри клетки это вы потом определитесь и решите вот это у нас намечаем нашу ветку теперь виде овала изображаем туловище помещаем голову так как шею птицы длинная мы изображаем ее немножечко выгнутой птица смотрит у нас вверх поэтому клюв у нас будет направлен к верху можно даже указать его немножечко при открытом так теперь мы теперь продолжение укажем глаз положение ног второй ноги задние как она нас будет сидеть на дереве это примерно просто мы сейчас укажем теперь можем подтирать какие-то элементы чтобы они нас не отвлекали от работы крыло немножечко прикрывает ногу и тем самым уменьшается туловище сейчас в этой области в задней части у нас будет хвост поэтому мы сначала просто указываем место для хвоста потом уже будем его дорабатывать это второе крыло здесь просто такие укажем мелкие детали чтобы у нас было все сразу же готово отлично далее мы начинаем прорабатывать хвост вот хвост у нас примерно смотрит в таком направлении он раскрыт и поэтому если это будет как веер он примерно будет раскрываться вот в такой позиции ну вот мы укажем направление перья даже вот здесь можем минуточку увеличить и есть у нас хохолок у нее на макушке так как птица подняла голову кверху то и хохолок у этой жар птицы будет опущен назад к задней части сначала проработаем перья которые ближе к туловищу далее прорабатываем хвост уже который у нас полностью раскрыты сейчас я зафиксирую так что мы делаем мы просто делаем фигуры давайте скажем виде вот такое расположение будет примерно идти в одинаковом порядке мы это все должны прорисовать так здесь идет вы должны соблюдать какой-то шахматный порядок вначале у нас идут скажем перья которые ближе к нам а теперь у нас еще идет дальние вот этот идет соблюдается шахматный порядок нашего пера будет здесь у нас уже эти не надавливайте сильно на карандаш и я надавливаю только для яркости вы если будете надавливать будет у вас просто одно черное такое пятно будет очень все размазано нам этого не надо так как это у нас жар птица вы можете разукрасить и как павлин и в золотых красках золотых тонах это уже как вам самим понравится так она у нас практически готова здесь тоже есть одно перышко скетч наш практически готов только осталось определиться где эта птица у нас будет сидеть если мы это нарисуем вот скажем какое-то дерево как в сказках это может быть такая ветка яблоня мы просто помечаем какие-то там яблочки если вот здесь какое-то дерево будет идти чтобы это была веточка от яблони где-то там далее мы можем указать даже тут тоже какие-то вот ветки пускай проходят не было у нас какого-то пустого здесь пространство здесь даже можем указать какой-то там вот земля что-то яблоня высоко так далее мы далее мы приступаем к разукрашиванию так как я хотела просто показать вам элементарный скетч то разукрашивать мы с вами также будем очень быстро а на следующем уроке просто будет проработка детали более тщательно так для начала что мы возьмем мы закрасим задний фон так это вас какой-то будет цвет скажем который вам более нравится это не зависит от меня это у вас вы должны определиться будет день ночь или не знаю там утро закат ну вы должны это все хорошо продумать так как если это у нас будет утро цвета будет немножечко изменение будут другие если то эта ночь будут конечно тоже все цвета более таки тусклые вам сначала нужно определиться у меня это день вот я прям зарисовываю всю часть где небо может быть вообще да чтобы не оставалось даже немножечко вот тут на землю так ближе к птице мы тоже вот прорисуем чтобы у вас не было потом каких-то белых пятен так далее мы можем желтой краской если это у вас жар птица хорошо то это мы сделаем желтой краской а если захотим следующий урок исправить это на павлина то мы запросто можем все это откорректировать а сейчас пускай это у нас будет такой быстрый набросок который в дальнейшем мы проработаем я даже не закрашиваю ничего вот видите конкретно все такими быстрыми мазками просто задаю фон моей картине это очень важно распределение цветов чтобы вы в дальнейшем вам было проще чтобы вы потом ориентировали здесь у нас дерево здесь какие-то вот веточки мы их также не прорисовываем а просто намечаем вот вы видите все намечено все очень таких тонких красках нету ничего скажем такого темного нет все у нас более-менее такое нежное если краска подтекает акварель очень легко убирается поэтому просто напросто немножечко прибрать и все будет отлично так вот еще немножко помечу здесь желтеньким чтобы она была выразительна а здесь я могу немного дать земли кусочек и все на данном этапе мы закончили работу в следующем видео смотрите более подробное проработана более подробная проработка детали до свидания проработана более подробнее 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 проработана более подробнее